Сроки не сдвигали, работы выполнили в полном объеме. Качество порадовало всех собственников. Как говорится, комар носа не подточит. Эталонным капитальным ремонтом могут похвастаться жители дома номер 38А на Никитинской. Здание было построено в 1950 году. С тех пор в порядок его не приводили, разве что косметически. Инженерные коммуникации требовали реконструкции, так же как крыша, фундамент и фасад. Модернизация проходила в два этапа. Начали, как полагается, сверху. Первым делом старую кровлю полностью разобрали, затем положили новую. Подрядчики заменили стропила и водостоки. Смонтировали покрытие. Отжившие свою проводку, канализацию системы горячего и холодного водоснабжения полностью переделали. Второй этап модернизации, который касался уже внешнего вида здания, завершился совсем недавно. Труднее всего дался ремонт балконов. За 70 лет конструкции настолько износились, что стали небезопасны и для жителей, и для прохожих. Также подрядчики поменяли козырьки над входными группами. В подъезде поставили пластиковые окна. Трещины в стенах заделали, поверх нанесли ровную штукатурку. Все это вместе значительно снижает теплопотери и улучшает конструктивные характеристики четырехэтажки, говорят в фонде капитального ремонта. В целом жильцы очень довольны. Все говорят, что очень хорошо все получилось. Хорошие работали подрядчики. Две фирмы на том ремонте, одна и на этом другая. Оба очень хорошие подрядчики. Очень качественно выполнены все работы. Все довольны в основном. Всего в этом году в рамках программы капремонта запланировано привести в порядок более восьми сотен домов. Причем не только в самой столице Черноземья, но и в районах области. В основном речь идет о замене инженерных сетей, реконструкции крыши и фасадов, а также о замене лифтов в тех многоэтажках, где подъемники уже исполнилось четверть века. Это предельный срок эксплуатации. Не везде запланирован комплексный ремонт, как на Никитинской 38А. Список работ зависит от степени изношенности дома, объясняют в фонде. Работы планируются исходя из года строительства дома, степени износа, который определяется по результатам технического обследования. И, соответственно, выстраивается очередность выполнения работ, которая, собственно говоря, соответствует реальной степени изношенности конструктивных элементов домов и внутридомовых инженерных систем. Поэтому в каких-то домах в связи с их высокой степенью изношенности проводится комплексный ремонт по объективным причинам. В каких-то домах выполняются именно приоритетные виды работ, там, где, прежде всего, допустим, если очень изношена крыша, и она постоянно протекает, то, соответственно, ее в приоритетном порядке ремонтируют. Либо, наоборот, если где-то уже полностью износилась система канализации, значит, либо водопровода и так далее.